А здесь уже картины Эдуарда Моне, не путаем с Клодом Моне, 1859 года, мальчик с черешней. Мы приехали в музей Калуста Гульбинкяна, на первый взгляд может показаться немножко странным это название, он вот находится в парке, но это оказывается был нефтяной магнат армянского происхождения, но родившийся в Османской империи, а умер он уже в Лиссабоне. Я был меценатом, создал две нефтяные компании, одну турецкую, одну в Ираке, и участвовал в концессии вместе с американцами разработок в Саудовской Аравии. И фонд, картин у него здесь насчитывает 6 тысяч в этом его музее. Билет в музей стоит 10 евро с человека. Здесь можно посмотреть полотна Рубенса, Рембрандта, Веласкеса и многих других. Одна из самых больших коллекций, частных коллекций картин. Здесь тоже можно посмотреть искусство и Древнего Востока, Китая, Греции, Египта. То есть не только картины, но и скульптуры, предыдущие искусства. Но нас интересуют, в частности, меня залы 6, 7, 8, где находятся картины с XII по XVIII век. Здесь святое семейство Карпаччо, 1465 год. И вот здесь можно видеть в Донус Магенца. А это получается благая весть. Картина 1430 года. Крещение Иисуса. Тоже картина 1450 года. Написано Франческо. Конец XV века. Кончириано. Не знаю такого художника. Это вот тоже отдых по пути в Египет. Мадонна с Франенцем. И вот картина. О, вот картина Джирлан Дайо. Середина XV века. Обалдеть, какие у него здесь есть шедевры. Вот фламандский художник Госсард. Тоже конец XV века, 1478 год. Кормящая Мадонна с Магенцем. Обалдеть. Букер Динни. 15 век. Портрет женщины. Папа веду и не скажет, что это 15 век. Так нарисовано, как будто уже в эпоху позднего Ренессанса, даже позже. Очень здорово. Портрет Марка Антонио. Марони. 1520 год. Обалдеть. Картина Рембрандта. Мужчина с тростью. А это пол-де-воз. 1630 год. Дерущиеся павлины. Вернее, павлин с петухом. Сцепились. Класс. Да, удивительные шедевры у него здесь собраны. Вот Рус, да, это уже картина. 1660 года. Ламанские художники здесь представлены. Вид на море с попережья Норвежии. Норвегии тоже Рус, да, или картина. И вот знаменитый Антон Ван Дейк. Это уже начало 17-го. Хотя нет. Да. Начало 17-го века. Портрет мужчины. И вот шедевр Рубенса. 1613 года. Тоже побег Египет. Обалдеть в таком интересном рубенсовском стиле. Побег Египет. Девы Марии и Иисуса. О, класс. Боже, какой же все-таки Рубенс был крутой художник. Нету просто слов. Как щетка здорово нарисовал. Картина Рубенса. Портрет Елены Фурминта. Еще одна картина Рубенса. Франсуа Бушер. Купидон и Три Грации. Но это очень красивые Грации по сравнению с Рубенсовским. Очень красиво, нежно нарисована картина. Необычайная техника, конечно. И вот знаменитый мост Риальта. Невероятные картины. Невероятные картины. Франческо Гвардии. Венеция с различных сторон. Картины 18 века. Площадь Сан-Марко. С башней. И здесь вот площадь. И Савор Сан-Марко. Как прорисовано все четко. Наряды. Венецианские. Картина 1775 года. Тут тоже его картины поменьше. И вот Гранд Канал. Эти картины маленькие такие. Одна из самых больших коллекций Клинчевской Гвардии. Здесь, в этом музее. Мистер Бугбинкян обожал его. Ну и наверняка Венецию. В этом зале французские художники уже 19 века. Французские художники. Картины Милле. Диозда Пения и Руссон. И, конечно же, он не обошел стороной Эдгара Дега, а здесь у нас Ренуар, уже 19 век, портрет Камиль Моне. Здесь сам Клот Моне. С натюрмортами. Вот еще Клот Моне. Разломы во льду на речке. Обалдеть. Еще Моне. А это картина сержанта. Настолько красиво прорисованы лица, как на фотографии. Нету смолки. Продолжение следует. Это портрет герцога Ришлия. 1732 год. Художник Жан-Марк Натье. Я себе герцога Ришлия по-другому представлял. Такой вот костюмчик. И в этом музее тоже не обошлось без бельгийских гебеленов, знаменитых, в которых используется серебряная, золотая и шелковые нити. Огромная коллекция мебели таких вот часов. И, конечно же, гебеленов. Очень богатый музей. Невероятно большие гебелены. Да, как человек владел таким богатством, я имею в виду, художественным. Такие гебелены висят зачастую в национальных музеях. Хотя, в том же замке Дехаар, в замке Эфрусси Ротшида тоже было много таких гебеленов. Их могли себе позволить только нефтяные магнаты и очень богатые люди. Очень большая коллекция серебряной посуды французской середины 18 века. Здесь уже позолочено. Позолочено посудово. 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 Но это Декамерун Джованни Бокаччо. Напечатанное вонране в Париже 1767-61-е годы. Смотрите. Сеновеллы. Девятая, вторая, наверное. Такие вот чудеса. Творил Декамерон. Девятая, вторая, наверное.